В эфире программа День города, в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В области готовят закон о дачной конфискации. Областной избирком зарегистрировал еще одного кандидата на пост губернатора Рязанской области. И в центре Рязани вновь провалился асфальт. Яма с кипятком образовалась на перекрестке Павлова и Первомайского проспекта. Сегодня право на ведение банковских операций лишился Межтопэнергобанк. Об этом Банк России сообщил на своем сайте. Как отмечается в пояснении к этому решению, Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, Банк кредитовал компании, которые не вели реальную хозяйственную деятельность. Напомним, что Межтопэнергобанк, согласно рейтингам, по величине активов занимал 94 место в банковской системе страны. В центре Рязани вновь провалился асфальт. На этот раз полутораметровая яма с кипятком образовалась на перекрестке Павлова и Первомайского проспекта. По информации с сайта администрации, провал образовался из-за прорыва на сетях теплоснабжения. На время ремонта без горячей воды остались 9 жилых домов, 2 детских сада и 8 городская больница. Рабочие планируют ликвидировать последствия прорыва 21 июля. На месте проведения работ движения перекрывать не стали. Напомним, ранее асфальт провалился сразу в нескольких местах на Кремлевском валу. Тогда проблему обещали устранить к 20 июля, однако стало известно, что ремонт дороги на Кремлевском валу не закончат в обещанной сроке. Движение по участку теперь обещают восстановить к 25 июля. Вечером в среду областной избирком зарегистрировал еще одного кандидата на пост губернатора Рязанской области. Им стала Александра Перехватова, возглавляющая партию Роста. Александра Перехватовой был предоставлен избирательной комиссии полный список необходимых документов, как в бумажном, так и в электронном виде. Поддержали ее 228 глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований. Теперь же в течение 10 дней рабочей группе предстоит проверить предоставленную документацию. После чего Александра Перехватова получит соответствующее удостоверение и партия сможет начать предвыборную кампанию. Предвыборная кампания навсегда сложная кампания. Я бы так сказала, наверное, тот, кто не знает цели, к которой он уйдет, наверное, не стоит в нее ввязываться. Я бы так сказала. Но на сегодняшний день цели для моей партии и для меня лично ясны. Я иду от партии Роста. Это партия, которая поддерживает предпринимателей, но не только предпринимателей, потому что они являются основой, экономической основой всей нашей жизни. Ну и тех, кто работает учителями, врачами, социальными работниками. То есть всех тех, кто хотел бы творчески, креативно работать на свою малую родину. Александра Перехватова всю жизнь прожила в Рязанской области. В 2009 году ей было присвоено звание почетный гражданин города Рязани. На сегодняшний день Александра Викторовна является начальником главного архивного управления, имеет большой стаж депутатской работы, работает в аппарате правительства области. Обширные знания и опыт с ее точки зрения могут быть полезны Рязанской области. Вы знаете, я бы сказала так. Я знаю, как можно решить очень много проблем на Рязанской земле. Я знаю, с кем это можно решить. Напомним, выборы губернатора Рязанской области состоятся 10 июля. На данный пост помимо Александра Перехватовой претендуют Николай Любимов, Александр Шерин, Владимир Федоткин, Святослав Голубятников и Сергей Пупков. Каждый год с началом купального сезона открывается счет несчастным случаям, происходящим на воде. Летний день обернулся трагедия для семьи из Ермишинского района. Утонул 11-летний мальчик. Чем грозит несоблюдение правил безопасности на воде и о чем должен знать каждый взрослый, приходя на пляж с своим ребенком, узнаем у Галины Ершовой. На этой неделе в рабочем поселке Ермиш произошла трагедия. С одного до хранилища подняли тело мальчика. По предварительным данным он рыбачил вместе с другом, а затем захотел искупаться. Ребенок нырнул с плотины в воду, но выплат на поверхность уже не смог. Найти тело удалось лишь через несколько дней. Поисковую операцию осложнила темная вода. Для поиска привлекались подолазы-спасатели с писательных станций города Шилово и города Сасово. Всего в Ерзанской области с начала купального сезона утонул три человека. Это меньше, чем в прошлом году. Основными причинами гибели людей на воде остаются купания в состоянии алкогольного опьянения и на диких пляжах. Сотрудники МЧС напоминают, что в этом году в Рязанской области открыто 46 официальных мест для купания. Шесть из них расположены в Рязани. Это пляж на озере Ореховое, три пляжа на Барковских карьерах, на Лысой горе и на берегу реки Старица. Они оборудованы специальными средствами и здесь дежурят спасатели. А вот купание на привычной для нас реке Окея может быть опасно из-за сильного течения. Особое внимание также стоит уделить детской безопасности. Опытные родители поделились с нами своими секретами. Видите, вот от меня отпускаю его. Он врывается, а я вот держу его. То есть постоянно вместе, постоянно рядом? Конечно, исключительно так. Привязываю за веревочку к ноге, начинаю спать, а когда он плывет, дергается веревочкой, я сразу вскакиваю и его тащу к себе. Читали такое про сын полка? Вот чтобы он не убежал, ему так же делали. Я вот перенимаю все у дедов. Конечно, всерьез опасаются воды немногие. Однако именно соблюдение простых правил может спасти вас от несчастного случая. Помните, что нельзя нырять в незнакомых местах. Сначала обязательно нужно исследовать дно. Также не стоит играть там, откуда можно свалиться в воду и уплывать далеко от берега на надувных матрасах и автомобильных камерах. Мы рекомендуем, чтобы дети купались на детских пляжах. На всех социальных пляжах есть специальные места для отдыха детей. Во вторую очередь, если у вас ребенок купается, все-таки не стоит надеяться на надувные оплавленные средства. Они могут прохудиться и ребенок может утонуть. И помните, приятные эмоции от купания можно получить только тогда, когда вы уверены в собственной безопасности. Поэтому выбирайте официальные пляжи, держите детей в поле зрения на берегу и находитесь рядом с ними в воде. В Рязанской области готовят закон о дачной конфискации. Те, кто годами не появляется на участке, могут лишиться своих соток. Такую инициативу предложили в Рязанском союзе садоводов. Валерий Седов выяснял, как дачники отнеслись к такому закону. Клубника, малина и вишня – ягоды, которыми можно полакомиться в этом сезоне. На рынках и в магазинах они на прилавках с начала лета. Обычно продавцы – это дачники, которые вырастили свой товар на личном огороде. Ситуация может кардинально измениться из-за закона номер 251 ФЗ. Он вступил в силу с 1 декабря. Теперь дачник может внезапно обнаружить, что собственником участка он уже не является. Отнимать и продавать с молотка смогут земли, предоставленные гражданам под дачное хозяйство и даже под гаражное строительство. В основном коснется закон именно бесхозных дачных участков, хозяева которых наверняка забыли, что у них есть свои 6 соток. Наверняка здесь мог бы расти красивый сад. Здесь бы клубника, чуть подальше картошка и много-много больших деревьев. А пока что здесь можно только распороть ногу вот об эту деревяшку гвоздем. Юрий Чебаков трудится на своем огороде больше 50 лет. Это видно невооруженным глазом. Его дача выглядит ухоженно. С новым законом он полностью согласен. Смотрите, у меня вот заросшина. Вот распилили все. Весь этот сад. И вот туда дальше пройдет. Там все запущено. Люди даже по 10 лет не знают, что у них там сад есть. Потому что не работает. Сады заросшие. Поэтому это очень положительно. А пускай хоть кто-нибудь пользуется. Поддерживает закон и председатель Рязанского союза садоводов. Правда, с небольшой оговоркой. Конечно, я с ним согласна. Безусловно. Но надо это, наверное, в каждом случае конкретно все рассматривать. Действительно брошенные участки. По каким-то причинам. Сколько лет не обрабатывается и прочее. Брошенный участок – это балласт для дачного сообщества. Заросший травой он также представляет и большую угрозу пожара. С финансовой стороны это тоже проблема. Никто не платит членские взносы, которые полностью ложатся на плечи соседей. Федеральный закон призван решить вопрос заброшенных участков. Правда, есть и обратная сторона медали. На обработанной земле также можно найти массу нарушений. Например, земля на участке обрабатывается не так, как надо. А это снижает ее плодородие. После этого можно автоматически объявить землю и строения на ней бесхозными и забирать свою собственность. Более того, закон даже не обязывает ставить владельцев участков в известность, что с их собственностью проделываются подобные манипуляции. По статистике профсоюза садоводов России, дачные участки сегодня имеют 70 миллионов человек. Чтобы не лишиться своего огорода, надо провести государственную регистрацию земельных участков. И тогда никакие посягательства будут не страшны. Тестировать рязанские товары народного потребления теперь будет Роскачество. Автономная некоммерческая организация исследует качество товаров, представленных на полках российских магазинов. Сегодня в правительстве области подписали соглашение о сотрудничестве. Оно даст возможность региональным производителям развивать производство и улучшать качество своих товаров. На товаре стоит этот знак, и он этого знака удостоен. Это свидетельствует о том, что товар качественный. Его будут покупать, естественно, с большим удовольствием, с большей охотой и с большим энтузиазмом. Качество продукции местного производства сегодня смогли оценить и все желающие на фестивале, который так и называется – «Рязанское качество». Как известно, в регионе производят молочную продукцию, мясные, колбасные, хлебобулочные изделия. Многие пользуются спросом за пределами области. Пообщалась с местными производителями и продегустировала их продукты. Анна Герцовская. Мы находимся на выставке-ярмарке «Рязанское качество». Здесь очень веселая атмосфера. Рязанские товаропроизводители представляют свою продукцию, и сейчас мы с ними пообщаемся. Саженцы, молочная продукция, мясная, одежда, сыр. Продавцы и представители фирм с удовольствием рассказывают о своих образцах и дают ценные рекомендации. Обратите внимание на малину. Это сорт называется гусар. Очень крупная, сладкая. Также ремонтантный сорт – карамелька, можете его там заснять. Дальше мы отправились на дегустацию готовой продукции. Что это? Это натуральный иван-чай, сок малины в составе, экстракт иван-чая, сахар и минеральная вода. Как выяснилось, чай из сапожка на основе минеральных вод приготовлен по уникальным технологиям. При разработке использовались военные технологии. В разработке этих рецептур принимал участие академик микробиологии, который поставляет сухие концентраты в вооруженные силы Российской Федерации. А еще я здесь нашла не только готовую продукцию, но и живых кур. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы откуда? Из Рязани. С Никуличей. С Никуличей? Да. Какую продукцию вы представляете тут? Куриную продукцию. Куриную. Живую или уже обработанную? Обработанную. Так, и где вы находитесь? А вот здесь буквально два шага. Куриные ножки, фарш – все эти блага поставляют рязанские производители. Надолго нам удалось задержаться около молочной продукции, где была организована дегустация нового творога. Потребитель сейчас хочет получать рассыпчатый творог. В первую очередь, очень многие любят. Эта технология фасовки позволяет обеспечить именно такой творог для покупателя. Ну а вот сколько надо времени потратить, чтобы от молока до вот такой вот огромной круглой штуки сыр вырос? Значит, зрелые российские сыры, традиционные – это Кострома, Россия, Пашихонья от 45 суток. А те, которые качковал, так называемые, Савский, Губерский, сегодня мы приняли молочко, а послезавтра уже готовый продукт. Чтобы получить один килограмм сыра, необходимо потратить 11 литров молока. Ну а колбасу на этой ярмарке резали необычные продавцы. Я работаю с Савкаловских колбасов ветеринарным врачом. Так, проверяете мясо, наверное, да? Да, проверяю входящую продукцию, так что я смело заявляю, что у нас продукция является только российского происхождения. Это бойня свиная, расположенная на нашей территории, где колбасный цех, там производится забой свинины. И в самой Савкаловке производится забой говядины. Так что и оттуда, и оттуда поступает к нам сырье на переработку. Эта ярмарка является подтверждением развития предприятий Рязанской области, а также открытости продавцов и их готовности напрямую общаться с покупателями. Здесь были многие, у кого мы не успели взять интервью. И, конечно же, рекомендуем в магазинах обращать внимание именно на наших производителей. И в продолжении продуктовой темы, только уже о ценах, которые на сегодняшний день не радуют. За полгода цены на овощи и фрукты на рязанских прилавках выросли в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные Рязанстата. Холодная погода лишила надежды аграриев и дачников на ранний урожай. В свою очередь, те производители, кто успел вырастить к июню своем, не спешат продавать товар дешево. Цены остаются высокими и продолжают при этом расти. Морковь подорожала за июнь на 17,5%, а с начала года на все – 122%. Цена на картофель местного производства выше январской на 117%. Капуста дороже в два раза, чем зимой. При этом ожидается, что цены на овощи на волне нового урожая со дня на день пойдут вниз. Но этого не происходит. Урожай запаздывает примерно на месяц. При высокой влажности встает вопрос о качестве овощей и их хранении. В дождливые годы и то, и другое всегда страдало. То заморозки, то дожди, а дожди постоянно. Так, короче говоря, капуста более-менее хорошо растет. Остальное ничего нет. Лысая гора – излюбленное место отдыха рязанцев. Чистый воздух, сосновый лес, песчаный пляж рядом. А еще железобетонная громада нефункционирующего трамплина, который стал неотъемлемой частью пейзажа. Когда он там появился и что думают об этом строении отдыхающие, узнала Ирина Ковалева. Пожалуй, только в будний день здесь так малолюдно. В выходные же на Лысой горе яблоку негде упасть. Не зря она считается одним из излюбленных мест отдыха рязанцев. Летом здесь загорают и купаются, а зимой катаются на санках и лыжах. О том, что когда-то на лыжах здесь не только катались, напоминает вот этот трамплин. Стоит он здесь так долго, что многие к нему уже привыкли и перестали замечать. А некоторые даже не подозревают, что это за конструкция. Вы знаете, нет, не знаю. Нам удалось выяснить, что трамплин здесь был построен еще в 1959 году. Тогда Лысая гора называлась Гремячей, по-видимому, из-за обилия гремящих у ее подножия родников. А трамплин был деревянным. На нем, активно осваивая новый вид спорта, тренировались в прыжках лыжники-двоеборцы. Студенты из рязанских вузов тоже приезжали сюда на тренировки, которые приносили свои результаты. Рязанцы регулярно занимали первые места на соревнованиях в разных городах Центральной России. Старый деревянный трамплин в Саочи просуществовал до 1974 года. В конце 70-х годов при подготовке к Олимпиаде 80 по всей стране массово строились различные объекты для спорта. И Саочинский трамплин также попал в эту программу. Был разработан проект, однако возведение его, сами материалы, все поставлялись за счет хозсредств от различных организаций города Рязани. Правда, с нового трамплина не было сделано ни одного прыжка. По всей видимости, при проектировании была допущена ошибка. И если предыдущий деревянный трамплин был рассчитан на 30-метровый полет, то дальность прыжка с этого трамплина должна была составлять 45 метров. Но склон заканчивается раньше, и, соответственно, лыжники должны были бы приземляться в районе береговой полосы, что, естественно, небезопасно. С тех пор эта железобетонная громада так и стоит на Лысой горе, нисколько не украшая пейзаж и не принося никакой функциональной пользы. Вид с нефункционирующего трамплина открывается чудесный. Однако уподобляться нам и забираться сюда все же не стоит. Это опасно. А вот если бы здесь сделали, ну, скажем, оборудованную смотровую площадку, было бы действительно здорово. О том, что с этой громадой нужно что-то делать, говорят и сами отдыхающие. С вашей точки зрения, то, что он здесь вот в таком виде стоит, не функционирует, может, можно было бы его под что-то другое? Снести. Снести. С вашей точки зрения, самое разное. А зачем он нужен? Можно что-нибудь сделать. Площадочку смотровую или вообще его доделать. Ну, или уж на худой конец лучше разобрать. Либо снести, либо сделать, чтобы он функционировал, либо как-то перестроить его, наверное. Потому что в таком красивом месте стоит какая-то рухлядь, по-моему. Когда-то во внутренних помещениях трамплина работал тир. Было время, что на одной из внешних стенок организовали скалодром. Ну, а сейчас его все чаще называют памятником бесхозяйственности. Даже выяснить, в чьем ведении он сейчас находится, нам, увы, не удалось. В Рязани началось благоустройство парка имени Гагарина в Преокском. В четверг там провели субботник. Убрали мусор, установили новые лавочки, покрасили сооружения. А перед уборкой открыли велопарковку. Продолжит Марина Комиссарова. Парк имени Гагарина – единственная зеленая зона в Преокском крупном спальном районе. Хотя парк и носит имя великого космонавта, выглядит он совсем не космически. Вот почему у группы инициативных рязанцев родилась идея парк привести в порядок. Они обратились к местным властям, призвали спонсоров из бизнеса и нашли отклик. Так появился социальный проект «Безопасность и комфорт» в родном городе. В рамках проекта как раз и начались работы по расчистке и дальнейшему благоустройству парка имени Гагарина. Это один из старейших парков. И в этом парке у нас отдыхают два крупнейших микрорайона. Это жители микрорайона Преокский и жители микрорайона Конищева. Он очень удобно расположен. Один из старейших парков города. К сожалению, случилось так, что этот парк был раньше в ведении промышленных предприятий, а затем он стал городским. Поэтому здесь еще есть такой хороший фактор. Это все жители работают на близлежащих промышленных предприятий. И есть такая общность людей, которые болеют за свой поселок и болеют и переживают за парк Гагарина, за места общего пользования. Сегодня люди собрались здесь, чтобы очистить территорию от лишней растительности и мусора, покрасить скамейки и отреставрировать ограждения. И, конечно, одним из самых радостных для жителей спального района событий стало открытие велопарковки. Здесь же установили тросовое ограждение для соблюдения дорожной безопасности. Велосипед – очень популярное средство передвижения, поэтому забота о тех, кто использует двухколесный транспорт – неотъемлемое направление работы властей в любом городе. Самая главная концепция этого парка и что предлагают жители – это чтобы было комфортно всем, взрослому поколению спокойный, тихий отдых. Мы восстановим шашечные игры, шахматные игры, мы сделаем дополнительные столы. Молодому поколению – велосипеды, интересные ролики, и поэтому одно из предложений – это велодорожка. Ну а младшему поколению – это спортивные площадки и детские игровые площадки. А самое главное – безопасность парка. Безопасность парка – это освещение. Освещение, ну а работы по его благоустройству – это работы, которые мы будем проводить вместе с населением, вместе с общественными экологическими организациями, объединениями. Давно оставленный без внимания парк Гагарина теперь заиграет новыми красками. И отдыхать здесь местным жителям станет в разы приятнее. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте – город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова